Закрыли у 27-му академичный у 37-му ротиль. Как же получилось так, что он, бывший заключенный, стал работником ГПУ? В 29-м году приехала высокая комиссия на Соловки во главе с Горьким. Эта комиссия заняла первый ряд. Вышел со своим номером отец. Он исполнил свой коронный номер с чечеткой и с гитарой, которую он забрасывал за спину. Акомпанировал себя таким образом. Кто это, спрашивает комиссия? Это Петр Ингельфельд, судим по такой-то статье. Показал себя самым положительным образом. Заместителем там был Мартинелли Александр Яковлевич. Он там крутился перед ними и лучшим образом хотел представить КВЧ. А вот у нас задача досрочно освободить контингент. Как он подходит? Да, он вполне подходит по всем, так сказать, статьям. Проверенный хороший работник. Мы его подводим под досрочное освобождение на полгода. В концлагере без заключенных обойтись не могли. И бывшие дворяне, и бывшие военные, и командармы там были востребованы. Потому что эта полуграмотная ГПУшная власть не могла все взвалить на свои плечи. Но с удовольствием расстреливать это одно. А все-таки еще надо организовать процесс. И поэтому, конечно, приходилось с ними сотрудничать. Но люди просто выживали. В городе Владивостоке родился Петя, мой старший брат. В 1931 году, 6 июля. И вскоре отец мой выхлопотал себе разрешение приехать в Москву и получить назначение в ГПУ по месту службы. И местом службы оказалась станция Потьма. Это потом всем будет известен страшный концлагерь в Мордовии на станции Потьма. Конечно, ничего не знали тогда об этом родители. И приехали туда работать. Режим был довольно лояльный. Заключенные могли ходить спокойно по зоне и за пределы зоны. Многие были вхожи в их дом. Отец организовал курсы десятников. А здесь надо сказать, что такое были десятники в концлагере. Это была ключевая фигура, от которой зависела судьба заключенного. Десятник мог дать более тяжелый урок, то есть норму для заключенного. Он мог лишить его продовольствия, усиленной нормы питания. Это же Мордовия, это же лесоповал. Десятник мог дать сигнал стрелку. Из-за побег могли расстрелять заключенного. То есть неограниченная власть десятников была беспредельна. На станции Потьма они пробыли недолго. Может быть, потому что там был режим такой лояльный по отношению к заключенным. Его, Левина-заместителя и Зубова арестовали за отсутствие бдительности. Отец мой оказался в бутырках. Бутырская тюрьма. Моя мама ездила в бутырку на свидание. Она описывает в своей книге страшные минуты свидания. Они были минутами, они были редкие. В клете сидели люди с такими торчащими глазами, вопрошающими. Как же там вы живете без нас? Какие бедствия вы терпите? А уже о своих и говорить не приходилось. В этом шуме надо было услышать, что говорит тебе родной человек. Что-то сказать ему. И тут уже прерывали. Все, свидание окончено. И так она уезжала из бутырка опять в Тулу. И вдруг она узнает приговор. Всего пять лет на каком-то острове Вайгач. Ну, не важно, где этот был остров. Но всего пять лет это был праздник. Это был подарок. На острове Вайгач для разработки медных, флюоритовых рудников и свинцовых рудников собирался весь цвет науки с России, недобитой, недостреленной. Мама моя писала в своей книге, что общество там было подобрано с большим вкусом. И вот мама поехала к отцу на Вайгач. Она подумала, ну декабристы же ехали в более трудный путь. А ей разрешили с ребенком поехать на этот остров неведомый. И мама в последнюю навигацию за полярный круг отправилась на ледоколе Красин. А надо было преодолеть три моря. Белое, Баренцево и Карское. Между материком и новой землей находится остров Вайгач. Мать мучила морская болезнь до такой степени, что она уже просто и не могла ходить. И весь корабль помогал ей. Однажды в таком состоянии мама сняла с него запачканные клетчатые бархатные штанишки. Из последних сил подошла к борту и выбросила в море. Как все заканчивается, закончилось и это, приплыла она на остров Вайгач. И летом гуляя с петушком по берегу Вайгача, увидела прибитые бархатные клетчатые штанишки на песке чистенькие вымытые, которые проделали такой длинный путь в три моря и оказались в ее лок. Остров Вайгач, Арктика На острові Вайгач у 1930 році було створено Вайгачську експедицію ОГПУ. Висажено на острів 144 особи. Це були ув'язнені та семеро вільнонайманих. Швидко збудували будинки та бараки. Усе робили задля того, аби освоїти розробку свинцово-цинкових руд. У 1934 році вода почала заливати добувні шахти, а у 1935-му здобич цінних копалин припинили. На Вайгачі заключенным срок считался год за два. А если еще была какая-то общественная работа, и опять же отец был в КВЧ, культурно-воспитательной части, то могли срок еще больше сократить. И в конце концов он просидел там один год, один год проработал как вольнонайомный. Они заработали определенную сумму денег, похоже, даже, что и немалую, и вернулись в Москву. В Москве отец устроился на работу в метро кессонщиком и очень быстро продвигался по служебной лестнице. Перед войной у него уже был штат работников. Перед войной родилась я. Когда началась война, отец был эвакуирован в Среднюю Азию. И в городе Ош в тресте Киргиз-Уголь они устанавливали в шахтах оборудование и работали в эвакуации кефронта. Там он заболел ТИФом и в 1942 году умер. Вот такова вкратце история моей семьи до кончины моего отца. А дальше я напишу сама. Я напишу сама, потому что мама ведь не знает о тех документах, которые попали мне в руки. Мама не знает о тех событиях, которые известны мне сейчас. И историю своей семьи я рассматриваю как детективную историю. Это главный проект сейчас в моей жизни. Это захватывающе интересно. И я всех бы призывала, у кого есть такие тайны, а это действительно тайны многих, все, кто читали мою книгу, говорят, и у нас была подобная история, и у нас были репрессированные, и у нас были похожие эпизоды, но нам ничего не известно. Друзья мои, вы можете это все узнать. Лучше, чем Лубянка с архивами, никто не работает. Вы все получите, вы все узнаете. Можливо, колись на основе цієї книжки спогадів «Копенгаген. Владивосток» появится сценарий для художнього фільму. Мы же сделали спробу рассказать усього декілька глав цієї повести. Життєві подробиці говорять більше, аніж усі на світі підручники історії. Коли Наталя Бабяч-Енгельфельд працювала із архівами Лубянки, вона дізналася, що у 1991-1993 роках були реабілітовані мільйони невинно засуджених людей. До цієї пори родичі жертв режиму навіть не знають про реабілітацію своїх близких.